Ребят, сегодня видеосюжет будет просто шикарный, хоть он оказался и говнокопом, не, не говнокоп, а алкокоп, с ребятами отдохнули, немножко спиртного приняли на душу, но факт в том, что мы сегодня классно отгуляли, вообще классно, монет не особо много, интересно, но факт в том, что смотрите, одна из находок сегодняшнего видеосюжета, вот смотрите что, да-да, специалисты разбирающие знают, что это такое, это Акинак. Вот как красок, вы еще такой где-нибудь увидите, Акинаком, Долбин, Кубинцов, да ладно я слегкаю, представляете, где вы такой еще увидите, звон чудесный, божественный. Итак, ребята, всем привет, мы сегодня отправились на коп дружной компании, как вчера я на стриме обещал, с нами будет девчонка, и так оно и есть, сегодня будет весело. Там уже приготовление, мы уже хлопнули по одной горячительного Сережиного напитка, которое мама готовила всю ночь, колдовала-колдовала, в прошлый раз наколдовала, Серега только монеты классные поднял, а мы с Рустиком вдвоем даже не набрали того количества монет, сколько он один, вот, так что супер напиток, думаю, Серега сегодня джазу даст. Сегодня опять под колдовство попасть. Да, 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 мы, в общем, здесь, вон, Татьяна готовит, там что-то, ты там же привет, вот, Рустик у нас с хозяином общается, насчет огородов. Сейчас один огород спрашивали, к сожалению, нам отказали, сказали, вроде как, только распахали, не надо его портить, в общем, я не знаю, что там портить, Распашка, она и в Африке распашка, но отказали, в очередной раз, уже на этот раз 4 огорода на этой деревне нам, к сожалению, запрет, но место было перспективное. Погода, как вы видите, снежок, снежок, да, ребята, первый снег такой крупный, из Самары выезжали, у нас вообще классная погода, плюс, а снега вообще нет, а тут как будто другая страна, да, да. Ну и посмотрим, сейчас по паречке рюмашек хлопнем и пойдем на Роскоп, на старые места, которые на прошлом видеосюжете мы с Русиком подняли, порядка больше 40 монет Древней Империи. Катя, Лиза, Анна Иоанновна, даже Петр попался, ну и результаты вы, конечно же, все узреете. Да, потому что у нас заколдованного напитка не было, если он был бы, то ни хрена бы ничего не нашли. Да, Сереги не было, так что нам фортануло без Сереги. Ну, вступление есть, значит и продолжение видео также существует и приятного вам просмотра. Ну что, ребята, можно поздравить с почином, наконец-то с первым снегом у нас вышла монета, наконец-то. Долго мы искали и улыбнулась эта Рустику. Да, я ее еще вдобавок замотал в снег. Сейчас мы найдем ее. Да, я ее. Вот так. Где ты? Ну, руки где-то. А, вот она. Ух, какая большая, большая, круглая. Сейчас мы посмотрим. Посмотрим, что это. Конечно же, придется сегодня помазаться грязью. Да, первая монетка. Ну, не знаю. Что-то как-то даже определить невозможно, что это такое. Ну, большая, блин. Ну, да, что-то похоже на двушку Павла, наверное, размером. Ну, то, как она зализана, так это что-то старое. А может быть, что-то типа Катина. Не знаю, ничего не видно. В общем, какой-то крупный, большой какалик. Ничего не видно. Убито. Опознател. Убито. Съедено. Но нет. Какал. Большой какал. Да, большой какал. Да уж. Вот такая вот лабуда пока. Нельзя сказать, что хорошая, ценная находка. Что там? Вот такая вот лабуда. Медный какалик. Но факт в том, что была в свое время монета. Ну, ладно. Что, с почином. Первая находка сегодня. Идем дальше. Уху, Катя. Ну, что, ребят. И у меня первая монета. Вот она в камушке. Что это у нас? Сейчас мы с вами узнаем. Сегодня придется помазаться с вами. Быть грязным, как чушкой. Так, что? Пока неизвестно. Пока неизвестно. А, все, теперь известно. Это у нас деньга, ребята. Это у нас деньга. Вот такая вот. К сожалению. Хотя не. Сохран есть. Сохран имеется. Вот такая вот деньга. Не знаю. Не, пойдет. Год, к сожалению, пока разглядеть не могу. Но факт в том, что это монета-деньга. Зачетно. Ноль разбил я тоже. Идем дальше. Итак, ребят. Не успел я скурить сигарету. Как поднял деньгу. И вот еще одна монета. Достаточно крупная. Вот. Сейчас посмотрим вместе с вами, что это. Что? Ну, скорее всего, это Павел. Да? Павловская двушка. Проглядывается. П1. А. Павел. Павловская двушка. Неплохая. Пойдет. Павловская двушка. Идем дальше, ребята. Теперь ко мне идут. Все мои монеты сейчас будут копать, копать, копать. Зашли в местный магазин. И Серега, как в зоопарке. Увидел коньяшку. Прям, знаете, городской человек. Увидел животину. И давай ее. Хватит за ухо трепать-то. Вот так вот, да. Городские увидели животное. Крупное, рогатое. Фу ты, крупно-копытное. И давай его чесать. А лошадка-то довольная. Смотрите, довольная. Что, Серый? Все, расслабился. Сначала пальчиком. Моля, она теперь уже по грибу трепешь. Вот такая вот лошадка. Сейчас я поближе подойду. Тоже пальчиком поглажу. Надеюсь, не лигнет. У них такие глаза здоровые. Смотрите, такие глазки крупные. Прям здоровые, здоровые. Хороший, хороший. Целая лошадиная сила. У нас лошадки. Обнаши. 150 лошадей. А здесь одна. Мясо, да? Ладно, пошли. Хороший любит. Любит? Сидел, он любит. Итак, ребята, в общем, у нас второй перекус. Немножко монет накопали. И решили немножко отметить наши находки. Но факт в том, что... Две монеты нашли. Да. Самое главное, мы сейчас поехали за батарейками, потому что два прибора уже сдыхают. А сдыхает Аська 250, который я Танюшке дал. И у Сереги, да? И у Сереги тоже. Поехали за батарейками, ребята. И знаете, что мы купили вместо батареек? Серый. Вот даже не поверите. Зашли в магазин. А втарились, короче, вот этой вот батарейкой. Поехали. Я говорю, ребята, мы сюда вообще-то приехали за батарейками. Где батарейки-то, я-то твое налево. Ну, в общем, наша батарейка купленная уже осела. И надо, наверное, все-таки снова ехать в магазин. Надеюсь, на этот раз мы все-таки батарейки купим, ребята. Да, потому что без батареек коп не коп. Сами понимаете. Ну, подзарядились. Сейчас разрешение взяли еще у одного товарища на огороде. Он сказал, что там бабкин дом распахали. Монеты он находил в 1850-х годах. Так что, я думаю, интерспектива нас там ждет. Смотрим. Будет интересно. Что? На кубоках? Да. Вот, короче, в ней на огороде где-то, наверное, где-то закопаны, короче. Ни хрена себе ты бутерброд наложил, блин. Это у тебя, это... Ну, знаете, мажьте. Да я мажу. Мажьте. В нем 2,10 роста. Да. Он под козырьком даже вон не гибает. Какой армии ты в армии не был, Серый? Он доберман. Вот, смотрите. Смотрите, бутерброд, ешкин кот. Это, я не знаю, хлеб с паштетом или паштет с хлебом, даже не знаю. Я, наверное, разделил бы на три раза. Ну, давайте за здоровье. Ну, а чего болтать? Если хорошая погода, хорошая компания, погода, настроение, прям классные находки есть, самое главное. Гу-гу-гу. Молодцы. Видели, да? Блин, какая-то... Профессионалы, профессионалы. Даже не запивает, не запивает. Мы не любители. Татьяна, Батьковна, со мной, да? Ты посошел? Горь, видел, что написано. Что у тебя там? Профессионал. Профессионал? Да. Что-то для профессионал, что-то одна монета, не айс. Слабовато, слабовато. Татьяна, Батьковна. Блин, у нас сегодня Танюшка прям просто молодец, она у нас за кухню. Обычно мы как? Приедем, хлопнем, кокой запьем и пойдем. Да. А с Танюхой вот мы как бы, знаете, закусываем даже, знаете, общение приятное. Все-таки женщины, это полезно, ребят, на Копе. Хоть они и начинают потом где-то через пару часов скулить. Хочу домой, хочу в машину и все прочее. Но пока вроде как приятно, а полезно. Да, полезно, да, ребята, полезно. Да что, Татьяна, Батьковна, давайте. А что-то нам что-то пусто, пустая, Тара, что-то у нас. Сергей. Что-то у нас старый пустый. Да? Я, видишь, держу вот обеими руками. Я, аналитик, смотри. Серега, почему ты так знаешь? Смотри, вот Танюх чистый. Ну я же, это. Там ты уже. Голухой только снимает. Нет, я там хожу. Да, Серега, блин, я не знаю. Такое ощущение, как будто он это, пол жил. Ну ладно, давай, Танюх. Самый главный не сапоги, но у него сапоги чистые. Сука себе он, блин. Грустик со мной, да? Нет, тоже. Я, потому что это жесть. Ребята, мне целый бокал налили. С бугром. Смотрите, видите, я даже поблескать не могу, вот пошатать, потому что с бугром, ешкин кот. Ну, ваше здоровье, комрады-копатели. Ваше здоровье с находками. Танюшка, смотрите, как. Ук, 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 даже не поморщилось. Я только глоток, ребят, я не пьющий человек, да, вот ребята поддерживают. Я уже никакой. Не пьющий. Да, я вот просто глоток сделаю, а остальное пацанам оставлю. Смотрите, все по бородинке еще. Блин, я все время, вот пока я палку держу, она все пишет и пишет, блин. У нас получится алкокоп, еб ты, я так его назову, алкокоп. Обычно, обычно бывают говнокопы, а у нас алкокоп. Да нет, такой, значит, посолить еще паштет. Ох, в общем, вы болтайте, машину закроют, я пошел. Ну, стой, я пошел. Меня не копать. Я с вами. Я с вами. Помните, да, предыдущее видео, где Рустик не успел с нами на коп? Когда он такой в говнище пьяный. Без меня не копать. Я вставку вставлю, ребят, вот в этот именно сюжет я вставлю, как он собирался на коп. Без меня не копать, клады мои все. Я именно это вставлю, ребят. Вот, вчера джазу дал, не знаю, что за повод был. В общем, женка его не отпустила. Какой ты нахрен водитель в говно пьяный. Мне снятся какие-то горшочки. А кто там в поле возле жидкого лесочка? Ходит, бродит, медленно по кочкам. В одной руке прибор, в другой лопата. Привет, буфет, оп, узнаю собрата. Ведь в камуфляже, как и я, губа поджата. На голове бандана, как у старого пирата. Катя видна, прошлогоднее урочище. Оба-на, а там новичков полчища. Землю роют, как горно рабочие. Здесь старых ямок ищут монет. Средоточие. Маша влево, Маша вправо. Чуть-то долго нет сигнала. Вот сигнал, не как находка. Путинная, ах, снова пробка. Позови меня стеть, позови меня поле. Позови меня лес и крутой бережок. Я рождённый, чтобы жить, словно птица на воде. Обнимая прибор, гайджа хабар вышел. Земля, где бравы, где искатели. И я, респект, Микити и Румати, блин. Здесь была деревня Васюнаха. О ней узнали мы от старого казаха. Но чей-то джип стоит и трое чешут в поле. Мангал дымит и стол накрыт. Эх, раздолье. Знакомимся, свои ребята, с форума. Совместный коп, затем и стол для кворума. Показ находок, тосты, байки у костра. Вот это, братцы, жизнь. Вот это, братцы, жизнь. Прикольный сюжет, так что я думаю, повтор оно того стоит. Ладно, хорошо болтать, конечно. И вам, конечно, может быть и приятно посмотреть на алкокопки. Но надо копать. Всё, идём. Ну что, ребят, чё-то и у Серёги попалось. Даже консилиум создали. Чё там? Копеечка 24-го. Чё за консилиум? Копеечка, что ли? Да. 24-й. М-да, 24-й год. Медная копеечка. Пока я чемпион. Пока чемпион я. Ненадолго. Ты-то со своим какаликом бы уж молчал. Серёга и то лучше откопал копеечку 24-го. Хоть каких-то денег стоит. А твой какал, Розь, твой какал. Ну, а нас, что принцесса, что-то вообще обленилась. Я обиделась. Прибор бросила свой. Всё, больше не хочет копать. Вот так вот копать с женщинами, ребят. Теперь она хочет домой, в машину. А все дамы непостоянные. Да. Это сказал Серёга. Чё ты там покажешь? Свой кесарь? Вот так вот, ребят. Берите с собой дам. Своих жён. И вы скоро приедете домой. Ладно, идём дальше. Итак, ребят, присел я отдохнуть. Находимся мы на одном огромном участке. Одного старика, который нам поведал довольно-таки интересную историю. Тем, что, когда ему было 6 лет, ему рассказывали, что в этом месте был схрон. Схрон, достаточно большой. Клад. Клад, как мне сказали, вот такой вот большой горшок был. Что именно? Чё там? Достойная находка? Во! В прямом эфире достойную находку подняли. В общем, чему я? Место достаточно довольно-таки перспективное тем, что здесь, ребята, овраги. Сейчас я вам местность покажу. Тем, что населённый пункт находится позади меня. Здесь вот такие вот овраги. специальные, хорошие, где можно было действительно сделать схрон. Так вот, Рустик бежит ко мне с находкой. Так, находка. Застойная. Да, ценители есть такие. Смотри, какая красавица. Да, это краник от самовара, что ли? Ну, естественно. Ага. Если краник есть, значит и всё остальное должно быть. Ну да. Так-то неплохой. Неплохой. Оригинальные формы. Я таких как бы ещё не встречал. Ладно. Есть, есть результат. У нас что-то Татьяна отстаёт от нас. Она сейчас спала. Вот, выспалась. И теперь снова вернулась к нам на коп. Кстати, мы сейчас заходили в один дом. Там молодёжь как бы пьянствовала. Я не снимал видеосюжет. Вот. Но факт в том, что показали нам Акинак. Да, ребята, Акинак. Потом Колокол. Царские монеты. Советики. В общем, ребята немножко неадекватные были. И я как бы не решился снимать. Мало ли что могут у пьяных ребят в голове. Ну. Ну, наши ровесники где-то. Ну, а что в деревне ещё остаётся делать зимой? Урожай собрали. Всё спахали. Остаётся только бухать. Вот. Акинак был где-то порядка лезвия. 23 сантиметра. Я замерил. Вот. Ну, мы, как Серёга говорит вот этот товарищ, не вовремя подошли. Он практически его купил за 2000. Сначала Рустик пришёл. Сказал 5000. А потом и я пришёл. Зарядил десятку. В общем, лоханулись мы немножко. Ну, ладно. Вот такие вот овраги здесь. И вот, скорее всего, где-то в овраге и закопан легендарный горшок. Ну, это легенда, ребят. Легенда. В каждой деревне имеются свои легенды. Погода разгулялась. Солнышко в полном свете. Жарковато. И мы гуляем. С находками, конечно, сегодня тухловато. Сами должны понимать, снег и это проблема. Ну, ничего. Идем дальше. Ребят, снег был вчера. И мы первые, кто по первому снегу ходит. Это мы так думали. Но он соседний участок. Смотрите. Хожаный. Змейкой. Кто-то сегодня вместе с нами одновременно тоже кто-то ходил и копал. Вот это да. А мы этого, камрады, даже и не видали. Кто-то у нас тут создает на этой деревне конкуренцию. Ну, пока как-то тихо. У Сереги монета, у Русика монета и у меня две. Итак, ребят, на этом я буду заканчивать сегодня видеосюжет обзором того, чего мы сегодня добыли. Добыли мы на алкокопе вообще классно. Встретились, я вам говорил в видеосюжете, что местных, которые немножко употребляли, зашли к ним в гости и они показали нам находки, которые у них были. Ну и, естественно, как мы начали собираться, они это просекли, подбежали и, конечно же, нам впарили эти вещи. вот она, одна из этих вещей. Это окинак. Ребята, да-да, он достался Сереге, Сереге фортануло. Но Русику тоже фортануло не менее интересной находкой, тем, что, смотрите, что у нас. Та-дам! Это колокол. Самый натуральный колокол. И сейчас я вам покажу, что за находка и что она вообще из себя представляет. здесь имеются надписи конец девятнадцатого века. Вещь просто коллекционная. Ну и по находкам, ребят, смотрите, что получилось. Есть два краника. Ну, это так, сопутствующий материал. Две монеты у Рустика. Это вообще не знаю, что пойми. Александр, 1860 год. Неплохая, бодренькая. Что, снегопад? Не надо нам снегопад, Тань. Затем у меня была самая первая деньга Анна Иоанновна. Павел, 801 год. У Сереги двушка, царица полей и копеечка 24-го. Но самое, что интересное сегодня было, мы сегодня уезжаем вот с такими находками. Смотрите, вещь. Ой, кое-как. Смотрите, какой сохран, ребята, смотрите. Этим окинакам местный товарищ открывал консервы. Представляете, вот такой вот вещицы, которой хрен знает сколько веков и открывали консервы. Вот такая вещица. Острая до сих пор. И вот, смотрите, самое, что интересно внутри. колокол. Да, ребят, чуть не забыл. Хочу вас попросить, специалисты, откликнитесь и скажите, что за колокол в наших руках. Внутри имеется гравировка LM, мялкий. Не Василий, а инициалы именно LM. Так что, пишите мне комментарии, отвечу всем. Буду рад за вашу помощь. Ну и озвучить цену данного колокола, потому что в интернете ничего подобного я не встретил. Заранее огромное спасибо. Около имеется гравировка DM мяль мяльбинь. По-моему, так. Видите, да? Язычка нету, но факт в том, что для язычка место есть. Рустик обязательно его отреставрирует. Смотрите, какой ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Такой в интернете даже фиг увидишь. Гравировки, надписи и, конечно же, год. Год 1872. Вот он. Вот эти вот порося, вот эти вот счастливые, довольные, блин, ребят деревенских, блин. Мне даже за ребят как-то немножко они сами пришли. Блин, угорают, ребята. Продавать, конечно, мы ничего не планируем, не собираемся, все это идет в коллекцию и вещи просто действительно, смотрите, не ржавчина, ничего, его не чистили. Он так и есть. Фак в том, что там еще есть. А, где откопали, что ли? Смотрите, какая. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, вот это вещь. Острый? До сих пор можно рубить. Огонь, огонь. Как-то так. Погода? На этом и все. Наверное, с этой деревни наверное все закончим. Не знаю, все покажут дальнейшее. Последний звоночек, как говорится. Красота, да? Вот как красота. Вы еще такой где-нибудь увидите? Окинаком долбим по бурбинцу. Да ладно, я слегкаю. Представляете, где вы такой еще увидите? Звон чудесный, божественный. Все, пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok